Смотрите, определение удовлетворения ходатайства частичных я унес, я заместитель командира роты ДПС и БДПС по СССР. Рассмотрел ходатайство в районе Несенчика и защитил сакуровку в районе СССР. Можно немножечко? Как? Помещение здесь вообще запрещено снимать. Ой, приходите. Ха-ха-ха-ха! В ходе рассмотрения жалобы в гражданина Сафронова в постановлении со делой административного правонарушения в отношении СССР о чем бы участвовал Hagelav vorstellen о профессии БДППС Университета, domestic purchase, просто отменивам обрячений по делой административного правонарушения в отношении СССР В ходе рассмотрения жалобы на постановления его административного правонарушения во время СССР Что у Сафронов не было вдавлено на отсмотрение меняемого административного правонарушения, ответственность за которое предоставлено участие в 1 ст. 12.12 КОАП России. При этом материал дела о административном правонарушении имеется в сведении о наличии действия Сафронова, признаков меняемого административного правонарушения. На основании вышеизложенного определило задатайство гражданина Сенчева Юрия Евгеньевича, защитника гражданина Сафронова Павла Владимировича удовлетворить в части отмены постановления 188.102.771.186.872.44.22 по делу административного правонарушения от 22 ноября 2018 в части прекращения производства по делу административного правонарушения оставить без удовлетворения. То есть не прекращаем, но постановление... Отменяем. Да. Правильно. И второе определение об отказе от удовлетворениям судотайства. Я заместитель командира рота ДПС, ОБДПС ГИПД, ОБДПС, ГУМВД России города Москвы, капитан полиции Каченко, капитанов, рассмотрел судотайство Сафронова Павла Владимировича, в ходе которого 12 декабря в ходе рассмотрения жалоба гражданина Сафронова по постановлению делу административного правонарушения от 22 ноября. Последним было заявлено этот тест о исключении протокола 7.7.5.139.6.7.4 административного правонарушения от 22 ноября 2018 года из материала дела как доказательства получено с нарушением закона, поскольку не были разъяснены его права и обязанности, а также составление указанного протокола в отсутствии лица. Как следует из материала дела административного правонарушения Сафронова, 22 ноября 2018 года были вручены под роспись копии постановления по делу административного правонарушения и протокола административного правонарушения, который содержит удержки и склад России Конституции Российской Федерации, подчищающие его права и обязанности. Кроме того, Павел Владимирович Сафронов был заявлен в соответствии с его правами предусмотренных правов России, а в последующем подано жалобу на постановление по делу административного правонарушения. Таким образом, права Павла Владимировича Сафронова в рассмотрении в отношении его дела административного правонарушения инспектором РОТ ППС ОБДПС 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 ОБДР, лейтенам полиции Денисенко, не нарушены. Нарушены нет. Протокол 7.7 Петр Петр 139.670 административного правонарушения, составленный инспектором РОТ ПДПС ОБДПС 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 ОБДР по городу мастер-полиции Денисенко на месте совершения административного правонарушения, где находился Павел Владимирович Сафронов. На основании изложено. Определил удовлетворение податайства гражданин Сафронова Павла Владимировича об исключении протокола 7.7 Петр Петр 139.670 административного правонарушения 22 ноября 2018 года из материала дела Казань, заместитель командира РОТ ПДПС ОБДПС 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 ОБД удовлетворена жалоба на постановление и назначить новое рассмотрение. Сейчас нужно будет вам вручить под расписку о явке, копию данных документов. Решение будет в течение трех дней сформировано в окончательном виде и высловано вам по почте, согласно указанному слову. В течение трех дней я вам вышел по почте. Сейчас копию не получится, решение не получится? Нет, сейчас нет, что-нибудь трех дней, согласно законодательству я все сделаю и вам отправлю, либо можете под роспись приехать получить, либо получите по почте, вопросов нет через консолярию ПМБ. Хорошо. Все? Да. Сейчас копию я вам сниму. Спасибо. Николай Николаевич еще не знает, но мы уже победили. А как мы победили, мы вам обязательно расскажем попозже. Все-таки есть невосполнимые моменты, которые уже никак не восполнятся. Дело в том, что заявление ходатайства само по себе, само по себе заявленное ходатайство, не имеющее определение о подказе нибудь творения, лечет неустранимые препятствия для нищих рассмотрений делят. Получается, можно новый ходатайствовать, а вместо бюджета будет? Тогда что? Будет удобно. на оригиналах. На оригиналах мы копию определения получил. И так же вы... А, вы нам обоим сделать, да? Угу. Так. Сейчас. Так. Юрий, это ваша? Это копия. Не-не-не, не здесь. Копия получилась? Подождите. Да, вот здесь внизу. Копию получил 22-го? Ой, 12-го, 12-го. Так, то же самое. Ваша копия. И вот здесь внизу. Копию получил? Мне показалось, они реально чего-то не знают в рамках законодательства. Вы знаете, я вам... Искренне не знают. Вы знаете, я вам хочу даже свое немножко удивление. Малышев, ну, очень грамотный инспектор. Ну, не зря старшего инспектора получил как бы. Я не знаю, что с ним случилось. Может, как-то... Вы же видеосмотрели? Нет, я видео-то смотрел. Ну, вот из Несенков. Я же его спросил, я говорю, определение. Какие определения? То есть, для него искреннее удивление было, вот реально. Так, а еще где-то нужно расписаться? Или только на определение? А вот это вы сделали? Нет, нет, то, что получили. Я ждал. Вот. Я даю защитнику вашу. Он получает. Я ему даю. А, это же он. Да, да, да. Я его забираю и в дело вкладываю. Все хорошо. Так, знаете, нам надо уже с вами определиться. Сейчас... С датой? С датой, да. Буквально еще минут 5-10. Я пойду, посмотрю, покалендарю, бумажечку вам напечатаю. О явке. Чтобы вас известить. Ну, должным образом. По вестку. По вестку. Либо по вестку, либо обязательства о явке. Я не знаю. Что там. Ну, если вы опаздываете, как бы, я, ну, я просто здесь ничего такого, вручу обязательства. Ну, там, либо обязательства, либо какое-то бумаговое извещение о явке у вас. Должным образом. Просто так. Вы мне можете по почте вносить, например. Ну, я вас лучше сразу уведомил, что через... Сроки хотите сохранить? Сроки, что ли, хотите сохранить? Я хочу, чтобы вы приехали. И спокойно у нас все было. Рассмотрели и все. Зачем вы тут сейчас переписками занимались? Как почта у нас работает. Это мы сейчас с вами были в отдельном батальоне ГИБДД ДПС по Северо-Западному административному округу на улице Исаковского 35 в городе Москве. И состоялось рассмотрение жалобы, которая... которая завершилась отменой постановления по делу административных правонарушений в отношении меня по части 1 статьи 12.12 кодекса об административных правонарушениях. Вынесенное постановление было инспектором Денисенковым с грубыми нарушениями, там... Я был не предупрежден о времени и месте рассмотрения о том, что он рассмотрел без меня и прямо сейчас. Вот. Какой хороший человек. Ну, я думаю, в комментариях вы напишите, какой он, как он себя вел сейчас на рассмотрении, как он нервничал, психовал. Видимо, от своей неграмотности, неграмотности он, видимо, вообще пристыдился, вот я думаю. И от стыда он просто реакция не та пошла и все-таки психанул, психанул человек. Вот. Но ничего страшного. Я надеюсь, что он исправится. Инспектор Малышев, может быть, тоже исправится. Но вряд ли. Скорее всего, их надо просто выгнать, по моему мнению, и все. Да? Согласен, Евгений Евгеньевич? Да. Ну, а тот, который рассматривал данное дело, Ткачев Николай Николаевич, да? Да. Ну, в принципе, довольно-таки так неплохо он его рассматривал. Там соблюдал процедуру рассмотрения. Вы вот, когда будете смотреть это видео, обратите внимание, у всех ли проходит рассмотрение в ГИБДД вот таким вот образом, как оно проходило у нас. Вот. Отпишитесь в комментариях. Очень интересно. То есть были вызваны в качестве свидетелей оба сотрудника полиции, инициатора обвинения, давали свои показания, дали много показаний, по которым можно установить, что они грубо нарушили процессуальные действия при возбуждении, при вынесении постановления, при возбуждении административного производства. Ну, вот, на сегодня стало известно, что постановление отменено и направлено дело на новое рассмотрение. Ну, дальше мы посмотрим, как будем действовать. В принципе, новый результат нас устраивает, да? Да, мы уже победили, я считаю, так, постановление отменено именно по тем основаниям законным. Ну, а дальше посмотрим, что будет. Я надеюсь, следующее, ну, новое рассмотрение дела будет проведено без процессуальных нарушений и приведет непосредственно к прекращению производства по делу. Вот. Ну, а вы следите за этой историей, образовывайтесь, боритесь за свои права, а самое главное, подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик, поставьте этому видео лайк, раскидайте всем своим друзьям, там, водителям, не водителям, ДПСникам, не ДПСникам, пусть учатся на ошибках других ДПСников, пусть учатся, как отменять постановления в отношении себя. Законно не давать взятки, а вот так вот бороться за свои права. Это же намного лучше и намного больше удовлетворения приносит, между прочим. И, главное, не кормим дармоедов, которые берут взятки, оборотни в погонах, вообще нехороших людей, которые грабят нашу с вами страну. На, ну и вот, ну и там, лайк поставьте, что я там еще сказал. На канал подпишитесь. А, и подписывайтесь на наш Телеграм и Инстаграм, ссылки будут в описании. Вот, все, всем удачи, всем пока, боритесь за свои права. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok